Это прикрываю вода, чтобы они, ну, когда бурундуки привезли, чтобы не было. Намасте! Привет, друзья, подписчики! У нас в гостях сегодня Давид. Вот она Индия. Буквально вчера списались, вот буквально в Давиде канал есть, Индийское лето. Индийское это ВГО, ссылка в описании. Это самое, взаимное мы сделаем, я тоже, комментарий сделать в описании будет, ссылочка на канал. Вот буквально вчера, о чем говорю, что Индия, а сегодня вот возвращайся и мы на бас-стенде встречаемся. Вот мы только-только-только возвратились, вот. Да, причем у меня тоже есть, ну, к этому что добавить, я вот, ну, вчера написал, ну, в комментарии, как, ну, можно ли, ну, строить здесь навстречу. Андрей согласился, и я такой думаю, ну, ладно, ну, завтра утром, ну, поеду. Потому что я думал, то, что он живет в том месте, где мы делали баню, то есть я здесь был один раз. Но это, оказывается, не это место, ну, не там, где я думал. И поэтому, если бы я его не встретил бы на бас-стенде, я бы, наверное, сам бы вряд ли это место нашел. Но все так, ну, совпало, то, что я вот только подъезжаю к бас-стенду и вижу прям, ну, профиль, спину Андрея, идущего по дороге. Остановился, и вот мы... Да, вот буквально зашел, купил сахара и... Да, да. А вчера я думал, ну, вернее, ну, собирался поехать утром. И, то есть, вот, ну, сегодня утром, где-то, ну, в 9 утра я выехал. Я выехал с Морджима, доехал до Ашвима. И мне что-то прям резко захотело спать. Я такой думаю, не-не, надо лучше развернуться, поехать. Думаю, развернулся, поехал, думаю, поспал, и вот в 3 часа выехал, и прям, ну, поймал его. Я говорю, я тоже, вот, вот сегодня так получилось, что вот чарсинг делал, вот, просто у человека проблема немножко с электричеством здесь, естественно, резеточки нету. Вот у меня первый вопрос, вот, ну, в голове, ну, сразу он возник, как ты здесь оказался. Где вы берете воду, Андрей? Ниже минуты полторы, там, кстати, где вы делали шашлыки. Да, да, ну, это не шашлыки. Вот, по-русски, спустился, это полторы минуты, если... Там мы, где делали баню, наверное. А мы сейчас услышим. Бум! Это не зовем кого-то? Это когда Коля Чимон, как правило, где-то, как правило, бывает, что отзываются. Ну, по-разному тут, ну, пока не слышу. Молодежи нету, я могу точно сказать. Если сидит, то это, возможно, Хари сидит. Короче, ну, нужно прикрыть бом и... Когда курят чилом, чилом же ж, курица не просто так берут, как говорят, бомбу ленат, или, как я, бывает, на русском, ой, великий дух, спустись и покури со мной, как друг. Ну, бомба ленат, сад, употребляется не для... употребляется, как бы, как религия. Здесь же в Индии... Как церемония какая-то такая. Естественно, в Индии саду даже... ну, по крайней мере, до 16-го года, я не знаю, может, что-то изменилось, но саду мог иметь при себе 20 грамм или травы, или гашиша. Это было не наказуемо. То есть человек ведет образ жизни, это как... ну, религия. Есть растаманы, есть там буддисты, есть христианы. А вот здесь он, вот, как бы, шива, шива он такой. Шива он же, шишилом он... Это было до 16-го года, потом... До 16-го года здесь намного было легче, ну, как легче, в плане, например, для меня, я вот так по себе скажу, я после 16-го здесь в лесу не останавливался уже. Вот, я мог приехать в Гоа, но я, как правило, тогда уже или снимал дом, вот, или где-то ехал дальше по Индии, в зависимости в какое время был, года, ну, за сезон мы говорим. Ну, в феврале отсюда уже можно спокойно в Варанасе или двигаться, то есть в сторону Решкеша, понемножку туда вверх. Жара начинается, ты поднимаешься вверх, от нее удираешь. Здесь, вот, я говорил, есть здесь такая, вот, где вы готовили, это, как бы, здесь жила немка. В Германии Петра, легендарная Петра, вот, я, кстати, где-то увидел по BBC, или был фильм какой-то документальный, хиппи 25 лет спустя, я могу ошибаться в названиях, но сюжет, вот, я запомнил, что было 4 судьбы человеческие, и как они вот хипповали, и как, а потом через одно количество времени. Вот Петра здесь реально такая, она была, последний раз, она была, она как в марте, в двенадцатом году ушла, это был сезон одиннадцатого-двенадцатого года, она в марте ушла, поднялась на север, и тогда уже сюда не спустилась, уехала в Германии. На север? Да, Монали, вот, в сторону, как бы, данные источники, где эти, как ее, боже, сейчас со старта так не скажу, это, нет, 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 не могу, она реально здесь жила, она была, здесь был итальянец, он вел жизнь как садху, то есть, вот, религия, даже здесь отсюда арабольские дети приходили, вот, потому что кушать тоже что-то надо, вот, они как донейшн внесли, вот они здесь, он благословал, А чем Петра вот легендарно? Женщина, которая реально жила здесь, которая и Монсун жила, вот, она с ним жила, но потом вот, когда он умер, этот итальянец умер, Он умер здесь? Умер от, или здесь, я не буду говорить, скорее всего, я думаю, что здесь. От старости? Ну, там уже Олдовый он там, правда, там уже было человеку, там уже дядька был такой старенький. Да, и она была уже женщина в летах. Ну, например, что меня поразило, был такой случай, собрались, ну, как, алкоголь, дешевый в Гоа, и индусы набухались, русские набухались, и какая-то конфликтная ситуация, в лесу же, что она вечером здесь тихо, в джунгли где-то после семи, они немножко успокаиваются, и начинаются уже, ночные выходят, но ночные, когда выходят, они всегда тихо ведут, ты их можешь видеть, но не всегда слышишь, вот сидишь, полная луна, вот я могу на том месте, у меня просто там, когда все высыхает уже, и по ветку смотришь, и раз, пошла такая, я даже не знаю, оно похоже, как куница, наверное, вот такое, знаешь, как кошка вот с этими короткими, и ее не слышно, только слышишь, когда он уже делает свою работу, когда там крики, понимаешь, что здесь уже идет борьба. Русские с индусами были? Русские с индусами были, там чуть ли уже не сошлись, на кулаках, бамбук массаж, как индусов, и тут она врывается, Петра, это было что-то, она не человеческим голосом, она как зверь заречала, никаких вопросов, те в одну сторону хода, те в другую хода, ну, когда живешь в лесу, на самом деле, где-то приблизительно, ты, если действительно живешь, с людьми не общаешься, ты начинаешь животных повторять звуки, вот обезьяны там, ну, как, ну, то есть, отлаживает, так это, я сказал, за две недели, за месяц, а человек реально в лесу жил, и она не выходила, то есть это, я выхожу за покупками, я вижу людей, а здесь не было никого уже тогда, вот она жила, вот, она почему отсюда ушла, потому что начали туристы, пошли, и она уже, вот она с баньяна на манго спустилась, а потом уже даже и манго ее не перла, и вот уже в 12-м, даже если смотреть, я больше скажу, если есть у Шнура видос про этот ролик про Гоа, и вот есть у него баньян, даже там есть Петра, она такая, стоит, куда щавая, такая, с дредами, четко, вот. Ну, ты не понял. Давайте о вас поговорим, вот сколько вы уже в Индии, вот когда вы первый раз приехали? Первый сезон я приехал в 11-м, 12-м, это мой первый сезон. И с тех пор вот он сразу улез, либо какое-то время? Я, нет, я первый раз приехал, я, у меня мотоцикл, я у себя на мотоцикле дома много как бы путешествую, я мотоцикл не люблю, и я первый раз просто попал, зима дома, а получается можно попасть, я почитал, прочел где-то статью, что девушка поехала, просто взяла в аренду, купить можно, то есть или в аренду, от времени зависит. И я первый раз приехал на 3 месяца, у меня был обратный билет через 3 месяца, я купил все-таки, не с первого раза, но приобрел, мотоцикл начал путешествовать, и где-то в Варанасе меня зацепило. Это было вот в 12-м году примерно? Это было, да, это был, я сейчас даже скажу, это был, в Варанасе я попал где-то в конец января, наверное, вот в 12-м году, ну вот говорю, сезон был 11-12 года, это самое. И в Варанасе меня зацепило, там у меня приключение случилось, и я понял, что меня так зацепило чем-то, Индия зацепила, как я люблю повторять, ты можешь полюбить Индию, ты можешь в нее влюбиться, ты можешь ее возненавидеть, но равнодушным она тебя не оставит. Одни раз, когда общаемся с людьми, многие же путешествуют, или по полгода, вот многие же ребята, кто, ну после 16-го, многие тоже разбежались, многие, кто в соседний штат, в Бугакарну, туда в Кэролу. То есть, получается, это вот, можно вот, ну, ваш период в ГО раздалить на два, это вот, до 16-го и после 16-го года? Наверное, и так. Наверное, и так. Напоминается просто, но часто. Я в 16-е, я объясню почему, я до 16-го я приходил, ну, было у меня, был небольшой период в 13-м, я, мы тогда с ребятами или на месяц, или на два сняли, я не помню, наверное, на месяц, может на два. Дом, вот я свою долю, у нас тогда было там человек пять, по-моему, дом сняли. Вот, когда закончилась аренда, я просто пришел в лес и, как бы, это 13-й, например. Да, сезон 13-го, 14-го. Первый раз, вот, пришли в лес 13-го года? Первый раз я в джунгли попал, где-то в начале марта 12-го. Это мой первый был приезд, я вообще по Индии путешествовал, в Гоа я только поехал, чтобы найти, где мотоцикл оставить. У меня ноль было с английским, вообще, а слово совсем, совсем, никакого английского. И я сюда поехал, чтобы где-то здесь русскоговорящие есть, найти, где мотоцикл поставить. Чтобы на следующий сезон приехать, я уже понял, что я сюда возвращусь. Как бы, возможность была и желание было, главное, чтобы было желание и... И с тех пор вы вернулись, и вы постоянно жили в лесу, ну, либо так, рисовали? По-разному. По-разному. До 16-го года, так правило, я жил здесь в лесу. Ну, то есть, когда я в Гоа нахожусь, я живу в лесу. После 16-го было, что я снимали, мы, вот, было на два месяца мы снимали дом, но меня просто больше уже не трогало. Но мне уже хотелось дальше ехать, я много просто, в остальной Индии это... А в остальной Индии тоже, так, ну, в детских условиях, к сожалению, либо... Палатка. А, палатка. Палатка, я потом уже, я... Я даже, когда путешествовал на мотоцикле...